Здравствуйте, друзья! Вы смотрите вторую часть по созданию дизайна мобильного приложения с голосовым управлением. Данные лабораторные разработаны для двух курсов дисциплин. Это облачные технологии в промышленном дизайне и современные веб-технологии. В прошлом уроке мы с вами разработали несколько экранов и дизайн для этих экранов в среде дизайн. Сегодня мы переключаемся в среду прототипирования. В этой среде мы с вами будем создавать переходы от одной странички нашего мобильного приложения к другому. Щелкаем правой кнопкой, левой кнопкой по надписи Home. И в правой части видим вот такую вот стрелочку. Нажимаем на эту стрелочку и выбираем тип перехода к следующему нашему экранчику с помощью голосовой команды. Нажимаем Voice. Обязательно вот эта стрелочка должна быть подключена к пункту экрана номер 2, который называется Search. Для того, чтобы перейти на этот экран, мы должны произнести слово, ну, например, SearchPanel. Вписываем команду SearchPanel и осуществляется переход на вот эту вот панельку. Активируем вот эту вот панельку и щелкаем по вот этой части. Выбираем пункт Time. В действиях выбираем... В верхней части окно Interaction располагается поле ввода, так называемый триггер. То есть, благодаря какому действию осуществляется тот или иной вариант. Мы выбираем пункт меню Time. Продолжительность 0 секунд. То есть, через 0 секунд выполняется следующее действие. Action. Выбираем в качестве Action Speech Playback. То есть, воспроизведение голоса. Выбираем тип голоса, который здесь предложен. Например, Яхана. И нам после загрузки панельки Search голос должен сказать Student Search Panel Please Speak Recomate Вот таким вот образом. Давайте проверим, работает ли это дело так, как нам хочется. Щелкаем по пустому полю правой кнопочкой, левой кнопочкой. И нажимаем запуск приложения. Student Search Panel Please speak your command На выполнение. Значит, нужно было выделить Home Panel И нажать запуск с панели загрузки. То есть, загружается первая страничка. Здесь пишется Нажмите пробел Для того, чтобы использовать голосовой ввод команд. Нажимаем пробел И говорим команду Search Panel Search Panel Search Panel Student Search Panel Please speak your command Соответственно, после того, как мы произнесли команду Перехода на панель поиска Открылась эта вот окошечка И был воспроизведен соответствующий голосовой элемент. Вернемся на эту панельку Панельку поиска И возьмем за вот этот переключатель И переместим его на вкладку основную Home То есть, мы при нажатии на эту кнопочку Должны будем осуществлять переход на экран загрузки. Выберем Home Запустим еще раз Наше приложение Нажмем пробел И вызовем Следующую панель Search Panel Student Search Panel Please speak your command Нажмем вот эту кнопочку И если все в порядке Мы вернемся на экран загрузки Все работает Продолжим На каждой из этих панелей Создадим связь Надпись Doot С переходом В Home Panel Создали Дальше Переход На следующую вкладку IT Lab Выбираем триггер Опять голосовой Ввод И пишем название IT Lab Далее Выбираем Lecture Room Связываем ее Соответствующим окошком Lecture Room Выбираем голосовую команду Подписываем Lecture Room Выбираем Элемент MyUniversityBuilding Соединяем И пишем Команду MyUniversityBuilding Соответственно Мы создали Триггеры Для переходов На вот эти вот Остальные Три экрана На экране IT лаборатории Выбираем Тип Щелкаем На циглаве IT Lab Щелкаем На треугольничек Выбираем Тип Time И В экшене Выбираем Speech Playback Воспроизведение Звуков И пишем И пишем Обзац текста Который будет Воспроизводить Воспроизводиться Приложением При загрузке Данной Данной части Выбираем Action Room Щелкаем По переключателю Выбираем Time Speech Playback И подписываем То, что необходимо То, что необходимо Воспроизводить При загрузке При загрузке Этого элемента Выбираем Main Building Time Speech Playback И записываем Соответствующую команду Проверяем Необходим Необходимые Элементы И посмотрим Как работает Наше мобильное приложение Нажимаем Кнопочку Предварительного просмотра Выделив Предварительного Home Теб Нажимаем Пробел И говорим Команду Search Panel Student Search Panel Please Speak Your Command Нажимаем Пробел И говорим Команду IT Laboratory It Laboratory Of Design Department Consider For Computer Classes Нажимаем Кнопочку Для возврата Обратно И тут Видимо Небольшая Несостыковочка Надо было Возвращаться Не на экран Загрузки А на Панель Поиска Соответственно Меняем Вот эти Вот элементы Переносим На Панель Поиска Еще раз Выбираем Home Tag Запускаем Приложение Search Panel Student Search Panel Please Speak Your Command IT Laboratory Лекция Лекция Ром Мэйн Юниверсити Билдинг Мэйн Юниверсити Билдинг With More 100 Years History Student Search Panel Please Speak Your Command Ну собственно говоря Вот и все Мы проверили На работоспособность Наше приложение Мобильное Все команды Работают Так как надо Единственный минус То что мы можем Управлять голосом Только на английском языке На данный период времени Ну собственно говоря Как и интерфейс Этого мобильного приложения Тоже Существует на Английском языке То есть для приложения Для разработки Переходим в пункт Третий Share Для публикации И Собственно говоря Здесь мы Можем Выбрать Для чего Мы с вами Организовываем Вот это вот Все дело Ну допустим Для дизайн ревью Если необходим Пароль для доступа Можете его установить Нажав на Галочку Require Password Нам пароль Не нужен Поэтому мы с вами Просто нажимаем Кнопочку Создание Публикации В облачном сервисе Данного Превью Мобильного приложения Этот Линк Он Будет Доступен Под Видео В описании Данного Видео Вы сможете Посмотреть Как это Мобильное приложение Работает В готовом Виде Благодарю За внимание Подписывайтесь На наши каналы Обучайтесь Вместе С нами Благодарю Благодарю